Добрый день уважаемые присутствующие Сегодня у нас с вами начинается вторая лекция в курсе лекций по судебной медицине Эта лекция будет посвящена вопросам судебно-медицинской травматологии Располагайтесь поудобнее, регистрируйтесь Если у вас по ходу лекции возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, вопросы в чат Единственное, старайтесь их не потопить, я буду одним глазом следить И попытаюсь на ваши вопросы по ходу голосом отвечать, если они возникнут Если вопросов не возникнет, значит вы все поняли правильно и во всем разобрались Вот появляются у нас первые слушатели, здравствуйте еще раз Все, поехали! Судебно-медицинская травматология Для того, чтобы нам с вами сегодня говорить вообще о повреждениях Главным образом будем говорить сегодня о повреждениях механических О повреждениях, которые возникают при воздействии механической какой-то энергии Различных механических предметов Но в целом давайте определимся с ключевым понятием, которое у нас должно присутствовать в этой теме Да и в принципе в других тематиках по судебной медицине Это понятие телесного повреждения От которого мы будем отталкиваться с вами на протяжении всего курса Итак, телесное повреждение это нарушение анатомической целостности И, здесь правильно все-таки, и физиологической функции органов и тканей, возникших в результате воздействия факторов внешней среды Это могут быть физические, химические, биологические факторы Когда мы говорим с вами о травматологии в судебно-медицинском аспекте Нам необходимо зачастую определиться с тем, каким орудием причинена травма То есть определить орудие травматизации Классификации орудий травматизации могут быть разные Чаще всего приходится сталкиваться с юридической и судебно-медицинской классификацией Я ее веду в судебно-медицинском аспекте применительно к этому Юридическая классификация травматических предметов Предметов травматизации предполагает их деление на три группы Это предметы, которые являются оружием, орудием или это случайные предметы Оружие это предметы, которые специально предназначены, специально сконструированы Для того, чтобы причинять повреждения человеку или животному То есть это те устройства, в которые конструктивно внесены какие-то особенности Упрощающие причинение повреждений Облегчающие причинение повреждений То есть позволяющие делать это более эффективно, более быстро Может быть причинять более тяжелые повреждения Орудия это предметы, которые также предназначены для выполнения какой-то цели То есть у них есть какая-то определенная предназначенность То есть они для чего-то приспособлены Может быть что-то с этими предметами делать проще, легче Например лопата для того, чтобы копать Топор для того, чтобы рубить дрова Выполнять какие-то плотницкие работы Но в определенных ситуациях эти предметы могут использоваться для причинения повреждений И наконец случайные предметы Под случайными предметами мы подразумеваем Действительно предметы, которые не имеют четкого предназначения Они могли образоваться случайно Или, например, ножка стула, в драке оторванная ножка стула Может быть использована для причинения повреждений Но при этом она будет считаться случайным предметом Применительно в данной классификации осколок стекла С точки зрения судебно-медицинской классификации Предметы делятся несколько иначе Мы делим травматизирующие предметы на две большие категории Это острые предметы и тупые предметы Острые предметы это предметы имеющие как минимум один острый конец Или как минимум одну острую грань Тупые предметы это соответственно те предметы Которые не имеют острого конца, не имеют острые грани Острые предметы можно разделить на режущие, у них есть острая грань, как минимум одна Колющие, имеющие острый конец и, как правило, удлиненную форму Колющие, режущие, острый конец и одна острая грань Рубящие, то есть это, как правило, предметы сходные с режущими, поскольку они имеют острую грань Но при этом они достаточно значительны по массе и, соответственно, ими можно причинять какие-то акцентированные удары И пилищие предметы, это предметы, имеющие острые зубья Тупые предметы Тупые предметы делятся на предметы с ограниченной травмирующей поверхностью Предметы с преобладающей травмирующей поверхностью и продолговатые предметы Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, это такие предметы, поверхность которых меньше площади того участка тела, на который этот предмет воздействует Например, молоток, которым бьют по спине, это предмет, с ограниченной травмирующей поверхностью, потому что площадь спины гораздо больше, и при ударе молотком на спине отпечатываются грани, границы того предмета, которым причиналось повреждение. Предметы с преобладающей плоской поверхностью, это предметы, поверхность которых больше, чем тот участок тела, по которому, собственно говоря, они воздействуют, на которое они воздействуют и на которое оказывают травматическое какое-то влияние. Продолговатые предметы очевидно, да, продолговатая предмета, скалка, полицейская дубинка, черенок от лопаты, то есть это предметы, которые имеют вытянутую форму и круглые осечения. Если вы внимательно посмотрите на эту классификацию, то у вас могут возникнуть вопросы. Вот, например, представим себе обычный складной нож. Все видели складной нож. Вот складной нож это какой предмет? Это режущий предмет, колющий предмет, колющий-режущий. А если его закрыть, спрятать лезвие, то это тупой предмет. Как? Каким предметом его относить? Все дело в том, что эта классификация, она служит именно для судебно-медицинских целей. И в данном случае мы хотя и говорим о предметах, но определяя тот или иной предмет, мы в его характеристиках отталкиваемся от того, какое повреждение было причинено этим предметом. То есть ножом можно причинить резаную рану, то есть просто порез. Ножом можно причинить колото-резаную рану, проколоть и немножко разрезать. Ножом сложно причинить просто колотую рану, то есть рану, которая была бы просто, представлялась бы просто прокол. Мы об этих видах повреждений поговорим чуть-чуть подробнее дальше по ходу лекции. Но тем не менее, если этот же нож, к примеру, сложить, то есть сложить лезвие, мы говорим о складном ноже, при этом нож достаточно массивный, то им можно нанести какой-то удар. И это будет повреждение, которое будет выглядеть как причиненное тупым предметом. То есть мы в классификации предметов отталкиваемся от того, какое повреждение ими было причинено. Тем же топором можно резать, можно рубить, а можно, например, забивать гвозди. Или причинять тупую травму убухом топора. Поэтому мы должны понимать, что одни и те же предметы могут, в зависимости от того, какая травма ими причинена, быть отнесены, например, к режущим, рубящим, тупым и так далее. То есть они могут сочетать в себе какие-то вот эти вот элементы того или иного предмета. Виды травмирующих воздействий, механических травмирующих воздействий. Можно, обобщая, выделить пять основных видов травмирующих воздействий. Это удар, вид механического воздействия, при котором предметы соударяются, то есть движущиеся с определенной скоростью предмет или несколько предметов, они соударяются и происходит обмен энергией. То есть вот энергия одного предмета передается другому. Сдавление, следующий вид. Сдавление – это действие на тело массивного предмета с относительно небольшой скоростью нагружения. Как правило, для сдавления необходимо, чтобы предметов было два. Сдавливающий предмет и тот предмет, к которому придавливается тело или часть тела. Потому что если просто оказывать давление на тело, то при приходе определенных пороговых величин силы тело просто смещается. Хотя, возможно, и такое с давлением. Следующий процесс, процесс, вернее, вид травмирующих воздействий – это растяжение. Растяжение – это процесс, противоположный с давлением. Опять-таки, для того, чтобы растянуть, удлинить какую-то часть тела, необходимо как минимум две точки фиксации. То есть, должно быть где-то, например, конечность фиксирована. Или как-то для того, чтобы удлинить ее. Поэтому обычно мы ищем следы воздействия двух каких-то придавливающих предметов, которые потом растягивали тело. Трение – это одновременное давление, придавливание предмета к плоскости и скольжение предмета по этой плоскости. Ну, точнее, тело. И, наконец, сотрясение. Сотрясение тела или его части при сильном ударе или встряхивании. Характеризуется определенной амплитудой, определенной частотой. И, в зависимости от этого, повреждения могут быть более или менее выражены. В зависимости от локализации и механизма образования повреждений, мы можем повреждения уделить на изолированную травму, когда повреждения локализуются в одной области, в одной анатомической области. Сочетанную травму, когда наблюдается повреждение различных областей тела. И комбинированную травму, когда травматическое воздействие сочетает в себе действия двух и более травмирующих факторов различной природы. Например, удар горящим полемом, ожог и травматическое воздействие. Сами механические повреждения можно делить на несколько групп. По локализации их удобно разделять на повреждения мягких тканей, повреждения внутренних органов, повреждения костей скелета и связочного аппарата. Повреждения мягких тканей делятся на ссадины, кровоподтеки, ранах. Раны, в свою очередь, могут образовываться от воздействия тупых предметов. Соответственно, вспоминаем, какие тупые предметы бывают, какие могут ими быть оказаны воздействия. То есть, как правило, это удары, растяжения, трения. Соответственно, раны могут быть ушибленные, рваные или рвано-ушибленные. При воздействии острых предметов, следующая группа ран, раны по виду предмета могут быть резанными. Предметы режущие, раны резанные. Колотые, колото-резанные, рубленные и пиленные. Ну и, собственно говоря, давайте поговорим о некоторых частных примерах. Поговорим о работах, ссадинах и кровоподтеках. Итак, ссадина. Что такое ссадина? Ссадина – это механическое нарушение целостности эпидермиса вплоть до базального росткового слоя дерма. Ссадина не захватывает кожу на всю толщину. И поэтому ссадина заживает без образования рубца. Ссадина заживает путем эпидеризации под струпом. И следов на поверхности кожи после ссадины не остается. Тем не менее, ссадины могут использоваться в судебной медицине для выяснения целого ряда вопросов. Поэтому, вот коротенько, судебно-медицинское значение ссадин. Во-первых, наличие ссадины – это признак внешнего воздействия. Ссадины не образуются сами по себе. Они образуются либо в результате воздействия какого-то предмета, удара, трения, иногда растяжения, иногда даже с давления. Либо они образуются при соударении, при контакте с предметом шоу, ударился об край стола. При этом появилась ссадина где-нибудь на бедре. Кроме того, по ссадине можно судить о травмирующем предмете. Не всегда, но можно. В некоторых случаях, особенно при воздействии тупых предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, ссадины могут повторять контур травмирующего предмета. На поверхности ссадин могут быть какие-то фрагменты травмирующего предмета, травмирующего объекта, которые позволяют его идентифицировать. Например, элементы краски. При столкновении с автомобилем, элементы лакокрасочного покрытия автомобиля или какие-то стекла могут оставаться в равных ссадинах. И их обнаружение позволяет, например, определить цвет автомобиля. Если автомобиль скрылся с места ДТП. Ссадины, наличие ссадин, это практически всегда признак действия тупых предметов. Иногда ссадины могут образовываться от воздействия острых предметов, например, царапины, но все-таки чаще всего это прерогатива именно тупых предметов. По ссадине можно определить направление действия травмирующей силы. То есть ссадины, которые возникли при скольжении одного объекта по поверхности другого, допустим, какой-то тупого твердого предмета по поверхности кожи, мы можем определить, в каком направлении смещался этот предмет, поскольку начало ссадины будет пологим, а конец ссадины в том месте, где предмет перестал контактировать с кожей, будет подрытым иногда с какими-то лоскутками эпидермис. Ну и по заживлению ссадины мы можем судить о давности травм. Надо помнить о том, что ссадины являются полностью заживающими видами повреждений, они в норме не оставляют следов. Соответственно, для адекватного описания ссадины, осмотра, нужно не терять времени, нужно делать это достаточно быстро, хотя и качественно. Напомним, стадии заживления ссадины. Ну, начальное состояние ссадина до образования корочки, как правило, это небольшое углубление на коже, в зависимости от глубины, в зависимости от площади повреждения, более или менее интенсивно кровоточащие. Стадия образования корочки – это та стадия, в которой кровь, межклеточная жидкость на поверхности ткани начинает подсыхать, уплотняется и постепенно формируется корочка. Эта корочка, примерно к концу первых суток, она становится уже плотной, сухой, и плотно прилежит к коже. Как правило, ее уровень находится ниже уровня неповрежденной кожи, поскольку часть эпителия в результате травматического воздействия куда-то пропала, соответственно, там находится вот эта вот корочка. Затем начинается эпителизация. То есть, в отличие от ран, здесь эпителизация происходит по всей площади, эпителия растет прямо под корочкой, эпителизация под струпом происходит, и эпителий растущий приподнимает эту корочку, она постепенно начинает возвышаться над поверхностью окружающей кожи. Затем корочка отпадает, ну или некоторые особо нетерпеливые люди ее отрывают, и остается розоватое, бледное пятно на месте ссадины, примерно напоминающее очертаниями эту ссадину, которая также постепенно исчезает и восстанавливается нормальная кожа. Приблизительная давность образования ссадин, определение по внешним признакам, следует помнить, что скорость заживления ссадин, да и не только ссадин, любых повреждений в разных участках тела человека, она разная. Это зависит от богатства воскулиризации, иннервации того или иного участка, от повторной травматизации, то есть какие-то участки тела человека с конем, больше сохранять повторных ссадин, какие-то очень тяжело, если, допустим, они трутся там друг от друга, какие-то поверхности или об одежду. Соответственно, скорость заживления на самом деле может варьировать. Более того, скорость заживления, безусловно, зависит от того, применялись ли какие-то лечебные воздействия, медикаменты, мази, притирки, физиопроцедуры и так далее. То есть при опросе, при уточнении сроков заживления ссадин, при проверке сказанного, допустим, потерпевшим или обвиняемым, освидетельствуем лицом, ну, в условии, что человек жив, нужно учитывать, нужно учитывать возможные всякие воздействия на ссадину, там, допустим, ее вторичная инфицированность и так далее и тому подобное. То есть об этом нужно помнить, это нужно уточнять. Через один час после травмы поверхность ссадины, как правило, западает, она влажная, красная. Через 6 часов поверхность западает, она красная и подсыхающая. 12 часов поверхность западает, ниже уровня неповрежденной кожи, она бура, красная, подсохшая. Через сутки поверхность ссадины, например, на уровне кожи, сухая, красно-бурая. Через 2 суток она по-прежнему бурый цвет имеет, она плотная, и корочка возвышается над уровнем кожи. Через 3-5 суток плотная бурая корочка выше уровня кожи и она отслаивается. Через 7-10 суток корочка может отпадать. И где-то через 2 недели на месте ссадины ровное, гладкое, розовое или синюшное пятно. Это справедливо, ну, например, для предплечья взрослого, здорового человека, не болеющего какими-то там серьезными системными хроническими заболеваниями. На голове будет сжать. Быстрее, где-нибудь на ноге, на голени, возможно, медленнее, поскольку воскулиоризация слабеет. Несколько примеров ссадин с иллюстрацией. Свежая ссадина до образования корочки, давностью где-то до 6 часов. На самом деле перед вами фотография ссадины на колени трупа. То есть, понятное дело, что у этого человека корочка как таковая формироваться не будет, поскольку кровотечения из сосудов поврежденных поверхностных нет уже. Однако, эта ссадина будет подсыхать и тоже формироваться определенный внешний вид при этом будет. Это достаточно свежая ссадина давностью около 6 часов. Обратите внимание, по этой ссадине можно судить не только о ее приблизительной давности, это опять-таки ссадина на коже трупа, но и о направлении движения травмирующего объекта. То есть, здесь можно предположить, что направление движения было примерно от носа к уху, здесь вот на левой щеке. Почему мы можем об этом говорить? Потому что неровные, не очень четкие края ссадины ближе к носу, а вот тот край ссадины, который ориентирован на левое ухо, обратите внимание, там есть какие-то такие лоскутки эпидермиса, левое ухо. То есть, либо это удар встречный на встречу человеку, либо это, допустим, соударение при падении тела на какой-то предмет. То есть, в любом случае относительно друг друга предмет двигался спереди относительно лица, то есть, и, соответственно, или лицо двигалось на предмет, но опять-таки лицом к предмету потерпевшая в данном случае находилась. Вот еще ссадины с бурой подсохшей поверхностью ниже уровня кожи порядка 12 часов и опять-таки на коже трупа, поэтому корочка полноценная не формируется, здесь ссадина подсыхается, превращаясь в так называемое пергаментное пятно. Это уже старая ссадина, здесь плотная корочка, эта корочка возвышается над уровнем окружающей кожи и это достаточно четко видно даже на такой не слишком может быть качественной фотографии. Здесь мы с вами наблюдаем ссадину, которой корочка уже частично отслаивается, отпадает, можно говорить, что, наверное, отпадает она сама, потому что не видно каких-то кровоточащих поверхностей, после того, как корочку оторвали, да, соответственно, мы можем говорить, что это давняя ссадина больше недели. Кровоподтек. Следующий вид травмы кровоподтек повреждение мягких тканей, сопровождающиеся разрывом периферических сосудов и истечением крови в окружающие мягкие ткани. Вот это кровоподтек, то есть механическая травма, которая сопровождается истечением крови в окружающие ткани, пропитыванием этих тканей крови. Кровоподтеки можно разделить на петыхи, точечные кровоподтеки, как правило, в слизистых, реже в коже. Экхимозы мелкопятнистые внутрикожные кровоизлияния чуть побольше, диаметром до полусантиметра. Собственно, кровоподтеки, которые могут быть довольно обширными в зависимости от травмирующего воздействия. Это диффузное пропитывание тканей крови, как вот губка, мочалка пропитывается. И с некоторой натяжкой кровоподтеком можно отнести гематомы. Хотя, строго говоря, гематомы это специфический вид кровоизлияния. Это расслоение тканей, образование в тканях полости или, допустим, заполнение уже существующей полости крови. В отличие от, собственно, кровоподтеков гематомы в своей динамике заживают, развиваются, наверное, иначе. Дело в том, что, когда ткань пропитана кровью, как губка, площадь контакта между излившейся в ткани кровью и самой тканью, то есть доступ для различных клеток иммунной системы, макрофагов, гораздо больше. Когда речь идет о гематоме, то, по большому счету, площадь контакта с тканями только по периферии, по оболочке вот той полости, которая заполнена кровью. Соответственно, рассасывание гематомы, заживление ее происходит гораздо медленнее и потенциал для каких-то осложнений здесь выше. Нагноение, например. Свойства кровоподтеков. Что с кровоподтеками может случаться и что необходимо учитывать? Способность кровоподтеков к миграции. Способность к миграции означает, что кровоподтеки могут смещаться. Ничего удивительного в этом нет. Кровоподтеки, напоминаю, это излившаяся в ткани кровь, пропитавшая эти ткани. Кровь это жидкая ткань, она во многом в своем поведении подчиняется тем физическим законам, которым подчиняются другие жидкости. В частности, как любая жидкость, кровь течет по градиенту давления, то есть она течет оттуда, где давление выше, туда, где давление ниже. И вот если кровоподтек образовался в какой-то части тела с относительно высоким давлением в ткани, ткани расположены плотно, а рядом находится какой-то участок ткани, где давление в тканях меньше, и вот если кровь найдет туда способ просочиться, она обязательно это сделает. ну, классический пример это миграция кровоподтека со лба, например, человек ударил салбом или ударили его, у него образуется кровоподтек, который в простомародье обвинуют шишкой, даже гематома чаще всего, вот, а затем этот кровоподтек потихонечку стекает под глаз и образуется такой вот кровоподтек вокруг глаза, потому что на коже лба там ткани достаточно плотно расположены, там как таковой клетчатки очень мало, а вот вокруг глаза, в глазнице, наоборот, много рыхлой клетчатки, это нужно для того, чтобы глазное яблоко комфортно себя там чувствовало, двигалось, ну и, соответственно, давление внутри тканевое там гораздо меньше, вот если кровь из шишки на лбу найдет путь в глазницу, на подкожей, она туда обязательно утечет. Следующее свойство кровоподтеков это возможность позднего проявления. В зависимости от того, где порвался сосуд, насколько сильно он порвался при воздействии или там группа сосудов, кровоподтеки могут появляться сразу после травмы или спустя какое-то время. В конце концов, непосредственно в момент травмы сосуды в коже и подкожей могут быть не повреждены настолько, чтобы немедленно разорваться. Они могут пострадать и затем вследствие возникших в них изменений разорваться позже. Соответственно, кровоизлияние в ткани с формированием того, что мы называем кровоподтеком, тоже произойдет позже. Следующее свойство кровоподтеков это их способность к цветению, изменение цвета. мы под цветением кровоподтеком понимаем ситуацию, когда в результате биохимических процессов гемоглобин, излившийся в ткани крови, трансформируется сначала в вердогемохромоген, биливердин, в конечном итоге получается билирубин, такого коричневатого, желтоватого цвета. И мы наблюдаем, как кровоподтек меняет свой цвет. То есть, сначала в ткани изливается относительно оксигенированная кровь, которая богата кислородом и имеет относительно яркую красную окраску. Затем постепенно ткани из этой излившейся крови кислород забирают, диоксигенированная кровь темнеет и кровоподтек становится синюшным, темным, иногда говорят черный кровоподтек. Ну, не черный, да, но такой. Бывает насыщенно синим, такого густого синего цвета. А затем, когда уже гемоглобин, как я уже говорил, в конечном итоге превращается в билирубин, проходя определенные промежуточные стадии, сначала кровоподтек зеленеет, причем это позеленение происходит сначала на периферии, там, где толщина кровоподтека меньше, и постепенно охватывает всю его площадь, то есть сначала кровоподтек зеленеет, потом он желтеет, потом он исчезает, поскольку все-таки заживление кровоподтеков, оно так же, как и заживление садин, и проходит без следов, ну, по крайней мере, должны. Ну, и, наконец, еще одна особенность или свойство кровоподтеков, это возможность их нагноения, что характерно, преимущественно, преимущественно для гематом, гематомы могут нагнаиваться, это одна из, скажи, особенностей, одна из достаточно частых осложнений при гематомах, поэтому в некоторых случаях рекомендуют гематомы эвакуировать по возможности, поскольку полость заполненная кровью представляет собой прекрасное место для размножения микроорганизмов. Также гематомы могут пиктрифицироваться, они могут малигнизироваться. Судебно-медицинское значение, судебно-медицинская информация при анализе кровоподтеков может быть получена следующей. Кровоподтек это также признак внешнего воздействия, хотя надо сказать, что в некоторых случаях кровоподтеки могут образовываться без физического воздействия при определенных заболеваниях. Как правило, это заболевания, сопровождающиеся увеличением ломкости сосудов и заболевания, сопровождающиеся уменьшением способности крови к свертыванию. При таких заболеваниях кровоподтеки могут образовываться и без травматического воздействия. Кровоподтек свидетельствует о воздействии тупого предмета То есть есть кровоподтек, есть возможность говорить о воздействии тупого предмета По кровоподтекам мы иногда можем установить травмирующий предмет Опять-таки, если травмирующий предмет имел ограниченную травмирующую поверхность Отпечатался достаточно четко на коже Иногда можно говорить уверенно о том или ином травмирующем объекте. Ну и по цвету кровоподтека, по выраженности его цветения, мы можем судить о давности травмы. Опять-таки нужно учитывать, что в разных участках тела у людей разного возраста, пола, здоровых или больных, заживление кровоподтеков и соответственно его цветение будет происходить по-разному. Поэтому будем давать достаточно ориентировочные сроки, но тем не менее можно хотя бы приблизительно судить о давности. Вот например свежий кровоподтек, чаще всего кожа припухлая, она багрово-красная. Затем по мере диоксигенации крови в составе кровоподтека, цвет его становится синий багровым, кожа по-прежнему припухлая. Через сутки она также может быть еще сохранить припухлость, но приобретает уже фиолетовый цвет, полностью диоксигенеральная кровь. Через двое суток, иногда больше, до пяти суток появляется зеленоватое окрашивание по краям, трансформация гемоглобина. Затем вот цветение, когда сочетается несколько цветов, багрово-синюшное окрашивание в центре, зеленоватое где-то посредине и желтое по периферии. Цветущий кровоподтек. И где-то через две недели мы видим желтоватое окрашивание с нечеткими краями или постепенное восстановление естественной окраски кожи. Вот пример относительно свежего кровоподтека. Также необходимо учитывать, что перед нами конечность трупа. Здесь еще одна особенность может быть. Кровоподтек выглядит вот таким вот розовым. Он производит впечатление свежего кровоподтека, однако необходимо оценить степень мацерации кожи. Если, например, труп находился в какой-то влажной среде, кожа мацерированная, рыхлая, розоватая или ярко-розовая окраска кровоподтека, может быть следствием оксигенации гемоглобина крови, находящейся в составе кровоподтека. Но оксигенация это происходит вторично после смерти за счет проникновения кислорода атмосферного через рыхлую мацерированную кожу. Здесь кровоподтеки более старые. Обратите, пожалуйста, внимание, нижняя фотография. На нижней фотографии на веках человека кровоподтеки, повторяющие, по сути дела, площадь век, это не два удара по глазам. Это вот та ситуация, когда кровоподтек на самом деле начинал формироваться где-то в другом месте. Источник кровотечения не в веках. Источник кровотечения где-то, возможно, в области тела калиновидной кости находится. И то, что мы с вами видим, это так называемый симптом очков. Вот если бы человек открыл глаза, был с открытыми глазами, мы бы видели кровоподтеки в виде таких овалов вокруг глаз. То есть это признак перелома в основании черепа с кровотечением. В верхней фотографии, на ней действительно кровоподтек, возникший от местного действия. И мы также можем видеть багрово-синюшную окраску, которая говорит о том, что прошло как минимум полсуток с момента травы. Это цветущий кровоподтек. Обратите внимание, в участках разной толщины разная окраска. То есть где-то уже желтоватое окрашивание кровоподтек почти зажил. Где-то прямо в центре кровоподтека кожа имеет почти естественную окраску. А где-то она выглядит в такой себе вполне синюшной. И соответственно, здесь давность, наверное, стоит определять по наиболее, скажем так, измененным участкам давности воздействия. Просто для напоминания, хотелось бы сказать, что на самом деле при излитии крови в ткани все может ограничиваться не только банальными кровоподтеками, которые заживают без следа, которые достаточно легко переносятся пациентами. И на самом деле просто в мягкие ткани кровь может изливаться в больших количествах. Иногда в таких количествах, которые несовместимы с выживанием. Например, при переломе бедренной кости в ткани, в мягкие ткани вокруг бедренной кости может уйти до литра крови. То есть эти ткани способны вмещать. Честно говоря, практически, вот лично мне доводилось видеть порядка 3,5-4 литров продолжигноя в бедре после того, как человек упал, получил травму. То есть у него сначала сформировалась гематома в мягких тканях бедра и затем она нагноилась. То есть помещается достаточно много. При переломе костей голени, в мягких тканях голени может уместиться опять-таки где-то до 750 миллилитров. В мягких тканях плеча до полулитра крови. Это достаточно серьезная кровопотеря. При переломе костей таза, в мягкие ткани и в пояс таза, без внешнего кровотечения, может уйти до 3 литров. При множественных переломах различных костей до 4 литров крови может поместиться в мягких тканях, при том, что внешнее кровотечение может отсутствовать. Поэтому отсутствие внешнего кровотечения или отсутствие признаков полостного кровотечения еще не значит, что его нет. В некоторых случаях, то есть мы здесь говорим о кровотечениях в мягких тканях при переломах костей, но на самом деле могут быть и другие, чуть более экзотические случаи. Например, точечное ранение шилом или спицей крупных сосудов, повреждение бедренной артерии шилом или иголкой. Например, иголкой. Вот у инъекционных наркоманов, когда люди пытаются ввести себе какие-то средства в бедренную вену, ошибаются и прокалывают бедренную артерию. И вот кровотечение в данном случае может быть достаточно серьезным. Кровопотеря может быть массивной. Сделаем небольшой, буквально трехминутный перерывчик. Я прервусь на то, чтобы отдохнуть от постоянного говорения. Вы, может быть, так немножечко отвлечетесь, три минутки. И если у кого-то какие-то вопросы возникли, вот потратите эти три минуты на то, чтобы написать их в чат. Ну, если у вас нет каких-то более неотложных задач. Через три минуты возвращаемся и продолжаем. Перерыв. 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 Стира. Перерыв. Перерыв. Продолжение следует... 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 При приложении гораздо меньшей силы, если мы просто будем считать силу в ньютонах или энергию в джоулях, конечно же, но связано это с тем, что резанные раны причиняются предметами, имеющими острую грань, что позволяет очень дозированно, на очень небольшом участке, на самом деле, приложить большое давление, много энергии, приложить большую силу. Резанные раны, они, как правило, имеют ровные края, хотя края могут быть немножечко осодненными, неровными в зависимости от траектории движения травмирующего объекта, в зависимости от его характеристик. Например, если нож, которым причиняется резаная рана или лезвие, ржавый, полотно ножа, то, естественно, какие-то дополнительные травмирующие воздействия на края раны мы будем оказывать. Концы раны обычно остроугольные, причем конец раны, где происходило извлечение полотна режущего объекта, он может переходить в царапину. Вот как на правом рисунке, здесь видно, что конец переходит в царапину, протягивается в лезвие по коже. У концов раны, особенно у начального конца раны, как это непарадоксально звучит, могут быть какие-то поверхностные, точнее у итогового конца раны могут быть вот эти вот царапины. Длина раны, длина резаной раны преобладает над глубиной практически всегда. То есть, если измерить длину и глубину, длина больше. А глубина раны также, как правило, неравномерная. В начале раны, в средстве более глубокого вдавления необходимости проникать в ткани, глубина будет иногда существенно больше. А по мере извлечения ножа, глубина раны, ножа или какого-то другого травмирующего объекта, глубина раны будет уменьшаться. Вот такие вот признаки урезанных ран. Примеры. Примеры резаных ран. Вот обратите внимание, здесь множественные резанные раны на предплечье. Что можно сказать? В целом, раны выглядят все как резанные. Более того, некоторые из них позволяют даже определить примерно траекторию движения полотна. Можно предположить, что это раны, причиненные собственной рукой. Хотя их следует действительно изучить детально. Потому что буквально в центре имеется рана, которая выглядит такой вот наиболее зияющей. И такое ощущение, что к латеральной поверхности предплечья рана как бы сужается. Такое ощущение, что здесь движение лезвия происходило от срединной оси в направлении к наружу. Тем не менее, вот такие расположения ран, параллельные раны, относительно неглубокие раны, относительно не угрожающие жизни, наводят на мысль о том, что это раны, причиненные с целью, скажем так, шантажного поведения. Либо раны у человека, который имеет определенные какие-то психические расстройства и, опять же, таким образом что-то хотел кому-то продемонстрировать. То есть, такие раны имеют демонстративный характер. Их, как правило, причиняют не для того, чтобы действительно вызвать какие-то нарушения очень серьезные, а для того, чтобы их потом кому-то зачем-то показать. Например, чтобы что-то потребовать. Ну, или просто кого-то впечатлить. Хотя, не исключено, что при причинении таких ран человек может перестараться и действительно повреждение окажется серьезным и с какими-то далеко идущими последствиями для здоровья. Ну, в данном случае можно с высокой вероятностью говорить о самостоятельном причинении подобных ран. Вот здесь, безусловно, раны, причиненные, особенно на нижней фотографии, раны, причиненные посторонней рукой. Обратите внимание, на нижней фотографии, если внимательно посмотреть, мы видим до шести, как минимум, ран, резаных на лице и на шее. То есть, верхняя рана четко говорит нам о том, что движение полотна ножа здесь происходило в направлении от уха к носу. Движение травмирующего объекта, возможно, учитывая, что это левая половина лица, вполне соответствует ситуации, когда нападавший с каким-то режущим предметом, не исключено, что ножом в руке, я находился лицом к лицу с потерпевшим, и вот такие вот резаные раны наносились при движении травмирующего объекта в направлении нападавшего, то есть, как бы на обратном таком движении. Остальные раны, они по большому счету, вот так вот по фотографии, не противоречат подобной ситуации. Мы видим также дополнительные, похоже, колото-резанные раны на грудной клетке внизу, вот начало шеи. На верхней фотографии расположена опять-таки резаная рана, она горизонтальная, что говорит также в пользу того, что она причинена чужой рукой, посторонней рукой. Как правило, самоповреждение на шее причиненные правой рукой располагаются на левой поверхности шеи, имеют косую направленность, а при причинении левой рукой они расположены на правой. Здесь относительно четко посредине. Еще резанные раны. Резанные раны, которые могли образоваться и, скорее всего, образовались при самообороне. Вот на этом изображении вы видите разнонаправленные раны с неровными краями, такие как бы извилистые. То есть это ситуация, когда человек был напуган настолько, что пытался ловить лезвие какого-то режущего предмета голыми руками и получил вот такие повреждения. Действительно ситуация какой-то жизненной угрозы, скорее всего. Колото-резанные раны. Колото-резанные раны образуются при воздействии предметов, имеющих как минимум один острый край и как минимум один острый конец. То есть классическим предметом колюще-режущим является нож. На самом деле режущих грани, острых грани может быть больше, чем одна. Точно так же, как и острых концов, может быть больше одного, но тем не менее. Как минимум по одной грани и одному концу для колюще-режущего предмета необходимо иметь. В данном случае характеристики раны следующие. Глубина раны, как правило, преобладает над ее наружными размерами. Как правило, не всегда, но в подавляющем большинстве случаев. Края раны относительно ровные. Подчеркиваю, мы сейчас с вами говорим о ранах на коже. О том, как выглядят они на коже. Потому что раневой канал может проходить через несколько органов и в каждом органе они будут выглядеть несколько иначе. Но на коже края раны выглядят ровными. За исключением тех случаев, когда колюще-режущий предмет имел какую-то шероховатую поверхность, например, ржавый нож. Или какой-то другой предмет, с которым вот эта шероховатость была предана искусственно. Если у клинка вот этого травмирующего объекта имеется одно лезвие, одна режущая грань и один обушок, как бы тупая грань, условно говоря, тогда один конец раны будет острым, а второй конец закругленным или П-образным. То есть мы видим как бы такую клиновидную форму ран. Если обушок достаточно широкий, кто-то говорит больше двух миллиметров, кто-то больше четырех миллиметров, то тогда эластичности кожи обычно не хватает для того, чтобы вместить в себя вот обушок ножа и при этом не порваться. В области воздействия обушка на кожу образуется дополнительный разрыв. На схеме, обозначенной цифрой 1, так называемый малый ласточкин хвост. Поскольку при введении такого колючо-режущего предмета в тело и при его извлечении движение осуществляется этими предметами по разным траекториям, ну, вы же понимаете, да, что после того, как человека, например, ударили ножом, он не стоит на месте, то есть, как правило, не умирает мгновенно, да, пытается как-то после удара ножом двигаться, во-первых, это больно, во-вторых, что-то, даже если человек не понимает, что происходит в полу какой-то драки, тем не менее, он не стоит, он движется, и нож извлекается несколько иначе, не по тому же самому ходу, по которому он вводился в тело человека. Образуется дополнительный разрез, обозначенный на схеме цифрой 2, так называемый большой ласточкин хвост. Это характерные признаки колото-режаной раны, позволяющие идентифицировать ее при сравнении с другими какими-то ранениями. Вот. Примеры колото-резаных ран. Вот примеры колото-резаных ран. Обратите внимание, здесь раны не выглядят как классические клиновидные ран, безусловно. Поэтому изучаться они будут уже затем в лабораторных условиях. Фрагменты кожи с этими ранами будет необходимо изъять для дальнейшего криминалистического исследования, расправить их на каких-то носителях, на стеклах, на аплексигласовых досточках. Да. И уже тогда можно будет действительно уверенно говорить о форме ран. О том, имеет ли она коленовидную форму или это овальная форма. То есть, чтобы судить о том, допустим, был ли этот нож с односторонней заточкой или нож с какой-то обоюдной заточкой. Соответственно, можно будет уже примерно говорить о том, каким предметом были причинены эти раны. Вот на следующем слайде, на следующем изображении еще примеры колото-резаных ран. Колото-резанные раны, образовавшиеся при неоднократном воздействии колюши-режущего предмета. Как минимум четыре мы видим. И вот масса других уже колотых ран, скорее всего, от вилки. То есть, мы видим, так вот по фотографии можем предположить, что здесь имело место воздействие ножа и вилки. Возможно, что какая-то застольная беседа постепенно переросла в выяснение отношений и в ход пошли те аргументы, которые находились непосредственно на столе. Следующий слайд колото-резаная рана локтевого сустава при самоубийстве. То есть, здесь несколько колото-резаных ран, несколько раз нож вонзался в область локтевого сгиба и, возможно, даже проворачивался там, насколько можно судить по вот так вот косвенно по изрубленности тканей внутри раны и соответственно, здесь уже повреждение завершилось летальным исходом. Морфологические признаки колотых ран колотых подчеркиваю не колото-резаных а колотых ран колотые раны как правило характеризуются небольшими размерами мы говорим о ранах на коже небольшие размеры входных отверстий их длина и ширина и большой глубиной раневого канала также размеры зависят от того каким предметом были причинены повреждения то есть если это гвоздь рана может быть точечной рана может быть округлой гвоздь или спица если это трехграмный штык или трехграмный напильник то раны могут иметь звездчатую форму четырехграмный допустим то тоже штык или напильник раны могут иметь форму четырехлучевой звезды и так далее по краям входного отверстия мы как правило обнаруживаем осадление особенно если Если использовался предмет с неровной поверхностью, как тот же напильник, осоединение может быть довольно значительным. Вот на следующем слайде мы с вами видим колоту раму. Колотая раму на нижнем снимке. Фрагмент кожи после того, как снята корочка. Можно увидеть округлое отверстие. Ну а на верхнем снимке, как эта рана выглядела, когда ранящий предмет еще оставался в ней. Колотая рана грудной клетки, причиненная при помощи отвертки в проекции сердца. Скорее всего с повреждением сердца. Что и привело затем к смерти перед нами труп. Видим некоторые трупные изменения. У нас по соседству где-то лежат какие-то тела явно с трупными пятнами. Так что говорим о смертельном ранении в данном случае. Пару слов о рубленных ранах. Рубленные раны это раны, причиненные тяжелыми предметами, имеющими, как правило, какой-то острый край, острую грань. Понятно, что рубящие предметы могут быть очень разнообразные. Давайте, если мы отбросим в сторону экзотику, хотя не такая уж экзотика по нынешним временам, экзотику в виде мечей, то, как правило, основным рубящим предметом является топор. Края ран при этом, как правило, ровные. За счет ушибающего действия предмета, за счет большой энергии удара могут быть отмечены значительные кровоизлияния в области краев раны или где-то в глубине ткани, под зоной удара. Для рубленных ран очень характерно нарушение целостности костей, надрубы, разрубы или отрубы костей. При этом на костях и особенно на хрящах, как на прекрасной следовоспринимающей поверхности, могут оставаться характерные следы, так называемые трассы, которые позволяют в дальнейшем идентифицировать конкретный объект, конкретный топор или конкретный меч, которым, собственно говоря, рано и причинялось. Вот. Форма ран будет зависеть от условий погружения рубящего объекта. Вот на рисунке мы видим, что один и тот же топор, в зависимости от того, как носком, пяткой, непосредственно лезвием, под углом, под острым углом или под прямым углом воздействовал на кожу, и форма раны от этого будет меняться. То есть при воздействии лезвием, например, как на наиболее, самом в левом рисунке, мы видим веретенообразную форму, при полном врубе топора мы видим относительно прямоугольную форму, при врубе одного только носка, клиновидную треугольную, и при врубе топора под углом мы видим скальпированную рану, полулунной форму. Рубленные раны, они могут напоминать по внешнему виду резанные, однако, как уже говорилось, для них характерны достаточно массивные кровоизлияния, и для них характерны рубленные повреждения костей и глубже лежащих тканей, то есть вот срубы костей. Как вот в данном случае мы видим рубленную рану на голове, рубленные раны на шее, рубленные раны на голове достаточно легко идентифицировать именно по повреждению костей. По теме данной лекции эта вся информация, презентация заканчивается. Я еще, наверное, минут пять подожду, если у кого-то возникли какие-то вопросы, пишите в чат, я голосом отвечу, постараюсь ответить на эти вопросы. Если у вас вопросов нет, у присутствующих, тогда спасибо вам за внимание, и до новых встреч через две недели. Жду вопросы тем, у кого вопросов нет, тем, кто во всем разобрался, все понятно, всего доброго. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...